Всем привет! С вами Алиска Нобеллилаб. Сегодня говорим о вулканах и землетрясениях. Начинаем обзор солнца. Как обычно, включаем наш кинотеатр и смотрим, что происходило за последние часы. И видно, что солнце очень сильно стреляет между тремя и шестью часами. Конечно, вот эта зона, которую мы вчера отмечали, это зона 3165. И объясняли, почему. Судя по всему, здесь существует какой-то объект, который на себя вытягивает вспышки этих наблюдений. Но обратите внимание, на 10 часов здесь тоже постоянная стрельба идет. И с 8 часов здесь тоже. Поэтому нельзя сказать, что солнце действует однобоко. Судя по всему, идет общая активация нашего светила. Вот что мы видим, какой чистокол. Обратите внимание, давно мы не видели такого зрелища. Практически последние сутки. И сейчас опять идет на уровень М. Мы видим М1,43. Максимальная за 24 часа была М6,36. То есть уже недалеко и до Х-спышки. И смотрите, как повысились вероятности. С-класс 99%. Ну, оно понятное. Оно, в общем-то, уже даже не опускается ниже. М-класс 75%. Очень высокое. И Х-класс 15%. То есть все довольно-таки бодро. Вот Егор как раз об этом пишет. Разгорайся, гори, ясно. И еще он пишет. Была недавно вспышка, и около 50 спутников были превращены в космический мусор. Пусть не обольщаются владельцы схемы перед мощью светила. Они лишь пыль. Ну, это как раз вот про вчерашний разговор, про шоу. Вот Андрей Степанов тоже пишет. Шоу, пожалуй, да. Кому-то посчастливится смотреть на его во всей натуре. А кому-то всего лишь на мониторах. Ну, я не знаю. Ну, так-то народ обработали хорошо. Особенно в некоторых странах. Вы можете себе представить 90%. 90% даже выше. Вы представляете, что будет происходить. Я просто в ужасе. Заранее. Давайте дальше посмотрим теперь на наше светило. Что же у нас с пятнами? Ну, много активных зон. Да, вот 3165. Вот здесь находится эта зона, которая сейчас вызывает стрельбу. Ну, смотрите, здесь 3168. Вот новая появилась. 3163. Тоже такая довольно-таки потенциально опасная зона. Да, 3166 близка к экватору. Ну, вот я ожидаю теперь появления здесь на 8 часах. Потому что четко были выстрелы отсюда с 8 часов. Да, здесь мы пока ничего не видим. Вот Матвей Кузнецов пишет. А, ну теперь понятно, спасибо. А то, я думаю, неужели я такой отсталый и солнце реально делят часами. Ну, это мы просто вчера объяснили. Ну, вот все теперь понятно. Виталий Вич Сталюк пишет спасибо. Благодарю вас. Ну, а мы идем дальше. Теперь смотрим. Да, давайте статистику посмотрим. 10 у нас активных зон. Вот, и количество пятен получается так, ну, 54 плюс 6, 65 у нас. 65 в 10 активных зонах. Ну, и две из них оранжевые зоны. Обратите на это внимание. Да, вот видно вспышечка, да, она практически не затухает. Да, видно вот здесь вот очень мощные процессы происходят сейчас. 31, 65 в зоне, но вот эта зона 31, 63 тоже и 66 могут себя показать. И даже вот здесь видно, что что-то уже стало появляться и на 10 часах за горизонтом. Ладно, давай теперь посмотрим, что, как себя ведут дыры. О, а дыры здесь, видите, рисуют такую рожицу. Вот здесь дыра, как глаз, здесь пытается образоваться. Ну, и здесь вот такая улыбка с носом из активных зон, да. То есть, солнце нам улыбается. Солнце говорит, что я для вас готовлю сюрпризы. Ладно, давай теперь перейдем к геомагнитной обстановке. Ну, видно, что она вполне спокойна на уровне двоечки. Ну, и прогноз тоже остается в районе единички. Хотя с такой активностью солнца я бы на месте ребят поднял бы немножко прогноз. Мне кажется, что все-таки так или иначе такая активность коснется нашей планеты. Ну, посмотрим. 53 вулкана у нас при норме 40 продолжают извергаться. И давайте почитаем, что пишут в новостях. Ну, пишут про Попокотепетль. Это вот здесь вот в Мексике, да, вулкан, который извергается. Шевелочь на Камчатке происходит его извержение дальнейшее. Семеру на острове Ява происходит. Вильярика в Чили, вот здесь вот находится в южной части Катапахи, в Эквадоре тоже продолжается извержение. Ну, то есть процессы идут, но чего-то такого катастрофического замеченного пока что не было. Давайте теперь перейдем к сейсмичности. Вот 50 землетрясений магнитуд 4,9 за последнюю неделю. В общем-то, это четкая норма, прямо четкая норма. Но, смотрите, вот интересно, 6,3 у нас на Крысиных островах, или Оливудские острова. Затем у нас в Тайване 5,9, чуть-чуть не дотянуло, на глубине 15 километров всего, чуть-чуть не дотянуло до шестерочки. Вот у нас здесь в Мьянме пятерочка произошла, да. У нас вот здесь активность около Антарктиды, все что-то никак не успокоится происходит. Ну, и в Перу, и вот на Сэндвичевых островах. Вот эта вот свеженькая активность. Ну, давайте глянем на Европу, опять, чтобы, ну, просто ради интереса, да, посмотреть. Вы знаете, я вот здесь живу, поэтому, естественно, мне это интересно. Особенно, когда вот происходят вот такие вот землетрясения на границе как раз Франции и Германии, где же на глубине 3 километра, но магнитуда небольшая, 2,3, соответственно, это не замечается. Вот в Польше побольше магнитуда 3,5, здесь, ну, видно, вот еще на севере Германии сейсмичность, да, но вот видно в Средиземном море, во Франции вот здесь вот, да, и в Средиземном море, да, у них высокая активность вот здесь в районе Испании, Италии, Греции, Турции. Вот такие данные предоставляет нам Европейская служба, что непосредственно расширяет наш кругозор, я думаю. Вот об этом пишет Алексей Покровский. Алекс, спасибо большое. Получается, что каждая региональная сейсмислужба работает на свой регион, взаимосвязь с другими регионами, видимо, по договоренности. А где же глобальная система мониторинга, а нет ее? Понимаете, если посмотреть американскую службу, она тем же самым занимается. Там есть детальный разбор, мы смотрим такое крупного формата, а у них есть детальный разбор Америки и Канады, в общем-то, там немножко Латинская Америка туда попадает, и на этом все. То есть службы друг с другом не связаны именно, что касательно мелких землетрясений. Ну, а крупные землетрясения фиксируются всеми службами, потому что от них волны распространяются по всей планете, поэтому вот такая вот ситуация. Поэтому мы не можем выбрать какой-то вот сайт, который бы показывал бы все нам. Понимаете, вот есть новозеландская служба, там у нее служат свои какие-то, есть австралийская. Даже в Европе, даже в Европе разница есть между Евросоюзом и Швейцарией. Казалось бы, ну чего там, вот это Швейцария, 200 на 400 километров. Вот здесь, в самом центре Европы нет, у них разное. Так, охотник за грозой в Харьковской области пишет, не туда написали, здесь по символогии, ну ладно, давайте прочитаем. В Харькове области могут быть грозы, в Индии пишут. Вполне вероятно, мы об этом обсуждали, что вот эти, когда есть фронты, там есть и грозы. То есть, чем больше разница экстремов, тем больше вероятность грозы. В общем-то, вот так вот. Ну, за последние сутки, согласно монитору землетрясений, у нас получается 137 землетрясений магнитуды 2 и выше, при норме 150. В общем-то, так более-менее. Вот, смотрите, видите, здесь Испания 0, почему она стала нулем, непонятно. Вот, вот монитор землетрясения решил сегодня, что не надо показывать Испанию, хотя мы знаем, что там есть землетрясение. Польша, вот 3,5 на глубине 10 километров, это было землетрясение. Вот это тоже было в Словении, в Италии, 3,2 на глубине 23 километра. Затем Игельское море, 3,0, 3,7 на глубине 13 километров. В двоечке у Афины, ну, это как автошок. Вот здесь восточный Крита 3,1 и 3,0 на западе Турции и 3,2 на востоке Турции. Иран, Индия молчат, зато вот с этим Янма дает 5,0 на глубине 10 километров. И вулкан Сингуплато, не было Сингуплато точно. У нас, вот у нас новый, новый этот вулкан появился. Так, Китай 4,4 на глубине 36 километров. Так, 5,0 на западе Китая и 4,5 на глубине 10 километров в Казахстане на глубине 10 километров. Дальше в Монголии смотрим, здесь 3,2 без какого-либо глубины указаны. Вот, причем, почему-то к республике Алтаю отнесли, к российской. 3,4 на глубине 10 километров здесь назад. Ну, в общем-то, похоже, это одно и то же землетрясение вполне может быть. 2,6 в республике Алтай на глубине 10 километров. И вот в Кемеровской области 2,5 на глубине 5 километров. Опять же, Хопсугул у нас 3,8 без глубины. И опять отнесли, это сибирское отделение РАН пишет, опять отнесли к республике Бурятий. Хотя происходит на территории Монголии. Так, ну вот, Крысиные острова, 6,3 на глубине 83 километра. И еще здесь Автошок, 3,5 на глубине 70 километров. Ну, довольно-таки глубокие. Так, 3,5 Хоккайдо, вулкан Несеко. По-моему, не было Несеко. И 4,6 на глубине 10 километров, опять же, вулкан Несеко. Вот Несеко, видите, новый вулкан, уже два новых. Тайвань, 5,9 на глубине 15 километров, тоже рядом с вулканом. Чуть южнее, 4,6 на глубине 19 километров. И 4,5 на глубине 22 километра. Северные Филиппины, две двойки. В средних Филиппинах 4,8 на глубине 149 километров. Здесь даже, можно сказать, к западу. От Филиппин 3,3,2 километра. Куэрнэс, Денегрэс, вулкан. И 4,0 на глубине 19 километров. Южные Филиппины, здесь две тройки. Вот уже в Маусском море 4,5 на глубине 10 километров. У Торната 4,7 на глубине 97 километров. Дальше на запад Маусского моря две тройки. И вот у Соловейси у нас 4,4 на глубине 89 километров. Затем 4,6 на глубине 10 километров. У Канкола и две тройки. Суматра две тройки. У Явы троечка и двоечка. Вот здесь восточный от Явы. Здесь продолжается Сирия, связанный с вулканом Агунг. Вулкан Агунг зажигает, как говорится. Здесь, смотрите, сколько. Что, 5 троек и множество двоек. 3,2 южнее. 3,7 еще. И вот здесь вот тоже на востоке у Сумбы 3,0-184 километра. 3,6-66. 4,3-10 и 3,5-10 километров. Вот такие вот у нас серии. В Индонезии тоже очень бодрые. 4,5 у острова Тимор на глубине 170 километров. У Амбона 3,5 на глубине 40 километров. 3,5 на севере Папуа. И 4,8 на глубине 10 километров. Чуть восточнее. Давайте посмотрим Австралия. Ничего нет. Так, у Новой Зеландии. 4,3-381 километр. 3,6-100. 4,2 на глубине 247 километров. Троечка Северный остров. И две тройки Южный остров. И, смотрите, около Антарктиды. Прямо ходит-бродит. Здесь 4,8 на глубине 10 километров. Уже ближе к Индийскому океану. Ну, а остров Макури 5,1 на глубине 10 километров. Обратите внимание, что такая вот огромная сейсмически опасная зона. Абсолютный штиль. Так, смотрим. Теперь Африке ничего нет. Канада тоже. Аляска как-то представлена всего лишь одним землетрясением двоечки. Гавайи 3,3 на глубине 33 километра. Вулкан Килауа плюс две двоечки. Так, у Орегона 4,9 на глубине 10 километров. И 3,0 на глубине 10 километров. Здесь вулкан из Канаба-сегмент. Ну, по-моему, был из Канаба-сегмент. Вашингтон, штат. Это штат Вашингтон, не город. 2,9. Штат Техас 3,5. Нью-Мехико 2,7. И 2,8 опять же в Техасе. Ну, вот здесь Калифорнийский залив. Всего вот эта вот серия. У вулкана... Сан-Квинтинс, да. Сан-Квинтинс вулкан. Вот у нас видим 4 тройки. И чуть восточнее. Здесь 3,7 на около меня 13 километров. Так, у Калимы троечка. В океане 3,5. 3,9. Вот на юг от Сиутанехо. А 3,3 вот у нас здесь. У Калифансиньго. У Куи Куахинеокула. Здесь 3 тройки. В океане 3,9. А вот в сторону континента 3,0 на глубине 61 километр. Затем еще южнее 4,0,36 километров. 4,0,136. 4,1, 153 километра. В заливе 3,5. И вот 4,1 на глубине 16 километров. И 3,0. Так, дальше 3,7 в Никарагуа. Ну, здесь можно сказать 3 тройки. 2 двойки еще в Никарагуа. У Коста-Рики 3,5. И 3,3 в Панаве. Так, Домиканская республика 3,0. На север это Пуэрто-Рико 3,6. На самом острове 2,8. Идем на юг. Смотрим. У Лимы 4,9 на глубине 10 километров. Перу 4,0 на глубине 73 километра в южной части. Так, со стороны Чили вот у нас здесь Антофагаста 3,2. 4,2 на глубине 136 километров. И 4,3 еще. Ну, если взять побережье, то тут еще 2,3 на юг от Икики. И двоечка. Со стороны Аргентины 4,2 на глубине 273 километра. 2,3 и 3,2. 3,1 в Чили. И двоечка вот здесь вот рядом с Вальпараиса. Так, смотрим. Теперь 5,2 на глубине 68 километров. Это Сэндвичево острова, вулкан Тули-Айлендс. Ну, что можно сказать? Активность такая бодрая. Да, у нас есть вот шестерка. Вот здесь на Кресиных островах 5,9. Близко к шестерке, да, на Тайване. Вот у нас Мьянма здесь 5,0 дает. Да, у нас вокруг Антарктиды. В общем-то, активность видна. И Сэндвичево острова можно туда же отнести. У нас вот здесь на западе США тоже почти 5,4,9. В Орегоне. Ну, и в Мексике тоже активность. В Латинской Америке активность высокая. Ну, а с вами был Алекс, канал Берлабжи. Отличного выражения. Спасибо. Спасибо. Спасибо.